Всем привет! На связи семейство Гучиков. Всем здорова и на связи Лев. Да, да, да. Сегодня мы вам хотели рассказать о... Так, стоп, я не договорил. На связи семейство Гучиков, либо Костя, или секретный агент. Можете меня так по-любому называть. А сегодня мы рассказываем о горебышеке, как Лев сказал. Ну и, короче... Для начала, если у вас слабая психика, вы подписчики это видео. Да, вы можете посмотреть на двух каналах. Либо на моем втором канале, либо на этом канале, либо на канале Льва. Ведь у него тоже это видео будет. Да. Ведь я ему отошлю. Я просто бутерем. Да. Неудобный момент. А я пока полетаю на скобидисте. Скибиди-вертолетик. 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 Да, ладно. Я буду. Заварить их я чаю, белки, бутерброды. Костя просто будет играть. Да, да, да. Ну, в общем-то... Перемещаемся к Крепи-пасте. Окей. Давай пока. А вот я уже и переместился. В общем-то, 14 июня 2024 года произошел инцидент, который... Я сейчас прославился на всю... Я просто не понимаю. Чикинили утром. С 6 утра по 12 утра. По Чикин ТВ на канале фильм Блю Чикин шел фильм Аномалия. Но вдруг на 12 минуте и в 3 секунде фильм приливался и поменялся на черный экран. И шаги. Через за 2 минуты появился кекс, который гласит... Правда, тут на английском черноменецком написано. Ну, ничего. Я это не смогу прочитать. А, вот, перевод. Каждый умрет больным и болезненным. Как будто его одновременно кусают пчелы, осы, ключи и шпили. Все умрут больной смертью. Никто не избежит конца света. Вообще-то правосудие, ну ладно. Вроде бы. Конца света. Все в моей власти, никто не избежит правосудия. О, да. После заги-кекста начал появляться страшный чикен без глаз и с огромным ртом пожил. Прозвучал страшный громкий крик и у всех, кто смотрел до конца, больше никто не видел. Кто не видел. А если находили, то буквально без всех конечностей. Чё? Гробовщик на карте Таун 3. Первое видео... Сейчас, можно кусочек хлеба глотнуть? Окей. Я всё равно буду паркурить пока что на видео. Чё ты там видишь? Я паркурую на видео просто. Строю и паркуру. Так, потом я музыку вырую, которую я... Гробовщик на карте Таун 3. Первое видео об отсиденьке было выложено на чикин... Сейчас, на чикинту. Оно раздавалось... ХАКИНКТАТЭБЕ... Сейчас. К... 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 Девять миллионов семьдесят восемь просмотров. Ну, много я цикл этого не заберу. После он пропал, но вернулся спустя три дня, но весь в царапинах и синяках. Тоже ночью из его комнаты слышали удары и звуки царапали из скрежни. Но утром в его шкафу нашли страшного чикина, всего окровавленного без всех конечностей и всего красного. Но он не был похож на того из-за взлома. Он выглядел как гумануат чикин. После всех странностей чикин, детективы начали расследование и подтвердили, что это не взлом, а настоящее проникновение в настройки канала. И после этого и все оборвалось. И после этого и оборвалось. Ну, призыв. Стойте, стойте. Тут видео есть? Видео какое-то. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас. Стойте, стойте. Ты на паузу не ставил? Нет, нет, пацки, пацки. Подписчики, а тут какое-то видео. Да, я сам видел. Вот, призыв, призыв написано. Да, да, да. Видео для призыва. Я сам знаю, призыв, конечно. Да, давайте читать призыв, полетение способностей. Или давайте следующие видео. В общем-то, я прочитал всю Крепет-пасту. А я буду назад пошутить. И я задавал, киевозы, увы. Да, я пошутил, в общем-то. Что-то пошутил? Ну, все. Я хочу, чтобы видео было такое короткое. Ну, извините, я же говорил. А я хочу, чтобы видео такое короткое было. Вот, для призыва нужно поставить... Сейчас, в этой дате авторские права. Сейчас. Для призыва нужно поставить шкаф. В него тщательно. И поставить кровь. Надо ожидать, пока не услышишь звуки и скрежет. А призыв был придуман ютубером TheSuperTiles. Ну да, вот этот шкаф. Вот не кидайте авторские права, пожалуйста. Да, ну, я на... Помните, вот, например... Сейчас я скажу, Лев ничего не говорит. Короче, смотрите. Я делаю разбор на клипку с Эмидеймом от Бискоса. Ну, клип от Бискоса. И я смотрю, несколько дней уже прошло. И мне кидали авторские права. Почему? Я сам не знаю. Я же вписал даже автора. Я вписал всё. Потому что там его музыка. А у тебя нет, ну, это авторских прав. А, точно, да. Ну, под... Ты его даже разрешение не спрашиваешь. Он, в общем, прикол, понял? А, вот, понял я. А я говорю, не кидайте авторские права. Вот даже у меня миллион видео на меня не кинули. Нет, я это упоминаю, что не кидайте, пожалуйста. Ну, а на меня несколько раз уже кинули. Слушай, мне не надо проблем. Да и мне тоже... Конечно. Короче, челуй, дай мне. Станавливайся. Сейчас. Я не хочу его прижимать, ведь я не хочу пропадать. Переходим к следующему этапу поведения. О, оно очень жёсткое и агрессивное существо. Он очень жёсткое и агрессивное существо. Он агрессивен и жесток для чиновников и их питомцев. Он может быть нейтрален только к создателю. Способности управлять или искажать киви, а также реальность. Телепортация, быстрейшая скорость, идеальный слух, телекинез, видеть сквозь спины. Сейчас, подождите. Интересные факты мы будем, чё так нет? Интересные? Ну давай. Чего ж мы будем тянуть? А, ну да. Ладно, не буду спойлеры делать. Он появляется в 12 ночи и исчезает в 9 утра. Я кинчек не смог увидеть. Куда он исчезает? Так как, когда он есть в том месте, где есть камеры, изображение просто зависает. Ультразвуком, который слышно за 20 метров, он может запросто оглушить все окрадливые все 8 метров с шансом 65%. Почему она пропала? С шансом 65% ультразвука не будет. А что будет с теми читерами, которые были под ним? Им хана. Просто сниться с земли. Гравопщик слышит все живое. И также под ним находится краска, которая искажает просто все. И стирает. Которая искажает все и просто стирает. Интересные факты. Следующий этап. Возможно, грабопщик является... Я выхожу. Божеством. Ох, меня напугало сильно. Какая-то музыка резко заиграла. Боже, божество. Гравопщик состоит вроде аномалии. У него не играют, но я не злор. Возможно, он может услышать жертву за километр. Цель грабопщика за пределами нашего понимания. И все. У меня не по себе, как будто за мной кто-то следит. Здесь подробности еще по... И... Слушай, а ты не прочитал вроде бы про его силы. Да, я... Подписчики подтвердят. Я отчитал все. А, походу, я пропустил уже свое настроение. Подписчики подтвердят. Ну что, следующая криппи-паста? Ну давай. Берегитесь, пожалуйста, и не призывайте криппи-пасту. А то вы нам еще нужны живые. Так, Авера, вообще Ка не надо призывать, потому что мне еще надо паркущиков на фар... Ладно, я пошутил. Да, и, пожалуйста, подпишите все мои подписчики на Льва. Не, не... А я буду запускать ракету. Ха-а-а... Я не хочу никого фармить, честно. Я просто снимаю видео, которые набирают просмотров. Я обычно на ютубер начинающий. Хм... Ну как начинающий, уже годик? Вообще-то я снимаю 7 месяцев, а ты точно еще поменьше месяцев, только один. А, а не, один, два, один. У меня... Моему каналу даже одного года нет. Подписчики. Мы будем вместе спрязывать, когда будет, ну, примерно, моему каналу один год. В общем-то, а мы сейчас подберем Крипипаску. И... Пока... Крема. Кстати, выш... Пока Костя будет заниматься своими делами. Все, вот следующая Крипипаска. Вы ее все знаете? 6.13. Да. Это вообще ее все ютуберы, наверное, уже там были подзрены. Ну, можно я разрушу этот дом? А то я не хочу его призывать. Окончательно. Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Миф игры Чичунган. 6.13. Это мистическое существо относящийся классу вандалу. Оно было создано... Борода... ЦГ? Нет, это реально вот на английском написано «Борода ЦГ». Борода ЦГ. А я буду на танки ездить. О, вот, 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 вот она Крипипаса! Один восьмилетний мальчик... Это не я. Один восьмилетний мальчик... А мне... Смотрите, а когда я смотрел... Один восьмилетний мальчик... Смотрите, а когда я смотрел недаль девятнадцать, там вроде семилетний был. Ладно, мы переехали, короче, дальше ли. Один восьмилетний мальчик в 2020 году узнал о Читинга. И сразу же откачал эту игру. Тогда была версия 1.2.8. Какого? Профета. Классический миг. Злой петух. А раньше такие миги были? Да. Мальчик, кажется, как Синга, ну, Сервик, ну, не умел читать. Из-за этого он использовал 5.9 и ему выдало 6.13. Он выбрал карту Dungeons. Пождите, тут Dungeons. Такая полосочка под наклоном, ну, вы знаете. И просто 0.7. Ладно, я туда зайду, короче, но не буду призывать. Ладно, Dungeons, Dungeons будет... Сейчас, 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 стоп, 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 стоп. Ты на паузу поставил? Не-не-не, вот, смотри. Саня, вырубай музычку. Оператор, выключай кар... Я пошутил. Что? Вырубил видео? Нет. Оператор, шутил. Так, короче, я зашел. Эээээээ... Секретный камерамент 2.0 зашел. Стой, Dungeons карта. Да, да, да. Дьявол, покажи. Да, я уже зашел. Да, 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 правильно. Dungeons. И создал сервер. Он спокойно играл, строил дом. и вдруг к нему на сервер зашел игрок с никнеймом я был у тебя дома у 613 мальчик был удивлен такому нику но продолжил строить 613 начал подходить к нему когда он приблизился он написал в переводе пожалуйста открой мне дверь мальчик не успел прочитать сообщение как сразу же у него влетела игра на следующий день его никто не видел по колерее телефона было фото иконки игры и фото показано ниже но если вы не знаете это тот самый сейчас вот 6 именно это обычный короче это обычный читин со злыми глазами с вот этими белыми сейчас я отойду да 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 когда вот то есть вы зашли в игру скачали у вас классический скин и там такие глаза не с белым а просто обычные глаза только злые и белые это его скин можно сказать я буду делать то самое фото который костя выложить себе на канал какое фото а на аватарку и пожалуйста откройте дверь ты это сейчас выложишь на аватарку этого видео на аватарку ты записи пишешь там же фотки может поставить да нет ну короче проехали короче либо костя поставить на аватарку да пусть будет на аватарке ну и способ призыва будем читать да я думаю что мне уже не ну ладно способы призыва могут быть разные теории о том как писать один из них есть в интересных фактах не будем читать позже мне лень уже сейчас я вырублю так сейчас короче всем до свидания си мацка и семейского гучек кавка и бублика для маска всем пока